Иди сюда, иди ко мне. Вперед он запрыгивает, нет? Иди сюда, не может. Саня, на слона. На, иди, иди на слон. У тебя слон какой, боже, боже, а что тут за слон? Саня, давай. Вот так, молодец, молодец. Все, у тебя игрушечки тут, маленький мой. Может, его вывезти на улицу? Ну, давай, я его выведу. Глянь, как он услышал гулять, глянь на его ухе. Гулять пойдешь? Гулять пойдешь? Идем погуляем, идем. Ой-ой-ой-ой. Хороший мальчик какой-то, сладенький, боже, пирожочек просто. Давай, давай. Идем гулять. Конечно, с ним надо погулять, боже. Так, вышла на прогулку. Так, у нас знакомых собачка. Вот, такая вот старенькая уже, холесенький мальчик. Саня зовут. Холесик. Такой мальчик. Две секунды зашла в комнату переодеться. Все, пусто капец, все. Ой, как это все разрушает. Уезжали тоже. Упала, кошка пробежала, упала бутылка вина домашнего. У меня разбилась вся кухня, просто вся кухня, холодильник, под холодильником, все двери, все шкафчики, все было разбито. Ой, что-то забрызывала. Сейчас тоже вот, видишь, творится, все летает. Стала компот варить. Для Вероники хочу завтра сделать. Все, выключаю. Сильно кипит. Я вообще компотов долго не кипячу. Он только закипел. Короче, здесь очень много ягод, он очень насыщенный. Здесь все-таки сливы маленькие, клубника, черника, смородина и вишня. Очень такой богатый на вкус компот. Завтра я хочу сделать с него этот, уже скажите мне, он настынет как раз. Кисель, вот, чтобы не разбавлять крахмал в воде, вот, я разбавлю в холодном компоте, ну как в холодном, теплом. И вылью, короче, я его процежу, когда он остывший будет, процежу его. Сейчас попробую еще на сахар, очень вкусно был. Я процежу его на хрусты завтра, когда он остынет, он еще более насыщенный станет, потому что она тянется этой, всей вкусняшкой. Вот. И потом возьму часть от него, часть в чашечку и смешаю с крахмалом. И потом включу его еще раз, доведу до кипения и вмешаю туда крахмал. И он застынет. Получится кисель вкусный. Вот. Но буду завтра это делать, потому что кисель, гораничка любит тепленький. Вот. Поэтому завтра для нее сделаю. Виталинка что-то не хочет киселя, не знаю. Хотя все любили кисель, кроме Артура. Ну, я ей тогда компот отолью. Так, девочки, стираю. Муж еще спит воскресенье. Виталинка пошла к подружке. Я готовлю суп уху типа. Сливочный, наверное, буду готовить. Здесь у меня будут галабушки с яблаками, потому что с кисломолоком. Вот. Где-то грамм 400. Добавила яблоко, 3 тертых. Вот. Муку. Сахар. Сейчас сюда соду погашу уксусом. И... Яичко добавлю одно. Здесь у меня голые семги. Я их размораживаю, чтобы мешать. Не могу расклеить. Блинчики. Очень давно не готовила оладушки. Буду переворачивать. Сковородку муж, видите, почистил в гараже. Деском таким специальным весь нагар снял. Так что, можно сказать, у меня новая сковородка. Эта сковородка, она обалденная. Все. Жарю. Смотрите, пышненькие. Красивенькие. Здесь у меня уже супчик варится. Давно супу не готовила. Так как мы с мужем там... Муж придерживается питания как бы... Только без углеводного, да. Вот. Но супчика захотелось. И будем кушать супчик. Так, сейчас покажу быстро, что купили. Мы купили здесь два. Тут кинза, укроп и рукола. Килограмм ковники взяли. Ковника у нас уже по 80 грн. Салат. Половину дочки отрезала. Ковнику тоже купила дочке полкило. Соль взяла. Вот и бэ. Оливки без косточки. Такие бургерные булочки. Какая-то не отсюда. Кисточку для покраски волос. Сметану. Сейчас, секунду, прервусь. Так, дальше. В магазине Аврора купила вот такую штуку. Обратите внимание, на Алиэкспресс она стоит дороже, чем в Авроре. Потому, что там типа дешево на Алиэкспресс. Но доставка баснословная. Были только зеленые. Это такой типа матраса надувного. Получаются две палочки вот эти надувные. И только сетка держит вас. Вот так вот. Вот такого плана. Давно я о ней мечтала. Давно хотела. По-моему, 130 гривен она стоит. Дальше. Что мы еще купили? Я в Авроре была два раза. Поэтому один раз дочкой ходила, один раз сына. Это окрашение взяла, ромашку, конфетки мои любимые. Вероника уже идет к машине. Уже идет? Да. Кошке взяла вот такой корм разный. Вот. Это мне дочка подарок сделала. Такую масочку. Как это корейская. Видите, цена какая. В Еве, по-моему, где она брала кошке корм разный. 8 гривен в Авроре. И такую палочку для ушей. 29 гривен. У нас ничего что-то не получилось чистить. Может, нечего. Может, нечего чистить. Найдем. Надо попробовать еще. Так. Картошку молодую взяла. По 50, по-моему. Ты не помнишь, почему картошка? По 50? Или по 60? Не помнишь? Я не помню. По 75. По-моему, черрики, помидорки. Вот. И шмотки купили. Ну, покажу попозже. Сейчас покажу. И вот. Сыну взяли тапки. 100 гривен. Такие шлепанцы. Тут. Карта Украины. Внутри написано Украина. 99 гривен. Это не в Авроре. Это другой магазин. Не помню. Вот и футболки. Но футболки покажу попозже. Кто не любит, не смотрите. Я уже сделала массаж лица себе. Вот. Сейчас наношу масочку, которую мне дочь вчера прикупила. Она себе такого купила и мне. Хорошая скидка была. Я так понимаю, объявили, наверное. Честно, не спрашивала, в каком магазине. Вот. У меня еще немного. Корейская масочка. Сейчас попробуем. Я вообще маски-пленки уже, вы знаете, много лет не пользуюсь. Потому что с ними вырываются пушковые волосы. По крайней мере, с теми, что у меня были. Потом на месте этих пушковых волос начинают расти темные волосы. Вот этот весь пушок потом превратился у меня в большую проблему. Теперь я хожу делаю эпиляцию. Но сейчас посмотрю, если будет больно сниматься. Я нашла выход с положения. Я не снимаю тогда. Вот сюда не наношу, потому что у меня здесь есть пушок. Не буду туда наносить. Нашла выход с положения, что я теперь маски, если она будет сильно тяжело сниматься, то я ее просто смою. Вот. Я уже делала так. Я купила одну маску случайно. Она была тоже такого плана. Вот. Ну, доте, конечно, спасибо. Я не ожидала. Приятно. Я вообще люблю такие подарки, когда вообще... Когда, ну, не ожидаешь от человека и от ситуации. Вот. Так, у меня сегодня... Сегодня у меня выходной. Завтра я буду... Масочка вот такая вот. Завтра я буду на занятиях. Сейчас пока масочка будет действовать. Я пойду поучусь. Чуть-чуть почитаю. Знаешь, пила на волосы маску. У меня шпателек лепи-силиконовый. Мне не очень он нравится, но для этой маски неплохо. А для таких масок обычных я пользуюсь кисточкой художественной. Вот такой вот. Потому что у меня были кисточки. Я уже показывала. Так я ее и не выкинула. Вот эту вот. Видите? Классная. Все у меня гусенькая. Но она вся посыпалась. А вот эта вот уже у меня очень долго. Так что кому надо, вот в отделе, там где все для художников, для рисования. У меня нейлон десятка. Супер вообще классная. Вот. И там, кстати, много кисточек. Многие покупают и для маникюра, вот, и для макияжа. Вот. Я еще, да, вот с этого набора у меня, кстати, по-моему, с этого набора у меня вот этот шпателек. Я его тоже обожаю. Я им наношу густые такие маски. Глиняные. Вот такие вот. Вот. И. Еще. Сейчас, знаете, для чего я использую? Ногти длинные. Я ненавижу, когда крем под ногти залазит. И вот это в баночках, когда. Вот этот крем, кстати, очень классный для тела. Яка. Фирма. Или Яка. Ну, думаю, Яка. Масло для тела лимон и мята. Без творенных жирев. Обалденное. Но его уже, видите, вот, насколько я полюбила, уже заканчивается. Да, и изначально было неприятно пальцами брать. Поэтому я вынимаю вот этим лопаточкой. Кстати, производители бы обратили внимание и положили бы вот сюда под крышечку лопаточку. Было бы офигенно классно. Как в некоторых кремах, знаете, там ложечка лежит. Ой, чешется. Короче, сейчас пойду позанимаюсь, пока у меня будет маска. Под глаза я нанесла кремчик вот такой с шалфеем. У меня он не нравится, он липнет. Гельчик от Зая. Он липнет. А вот когда маски делаю, то я его под глаза наношу. Потом, когда маску убирать, буду он смоется. Так, и на волосы сейчас нанесу. Пусть попечу чуть-чуть. Маска 20 минут должна быть. Как раз мне хватит позаниматься. В этот раз я купила вот такой фитосепт. Есть раствор стручкового перца, так и называется. А это фитосепт. Но сказали в аптеке то же самое. В составе настойка плодов перца стручкового. Сейчас я хочу открыть. У меня видите, как футболка загорела. Блин, капец, я ненавижу это. Я, получается, сначала загорала в купальнике. А потом я сняла, стало ветер прохладный. И уже так, ну, и тело подпеклось. И я такая, думаю, одену футболку. Это уже была вторая половина дня. И у меня, видите, доза горела как. Так, сейчас я разбавлю себе в какой-то емкости. Почему я раньше разбавляла, не помню. Какой-то крышечки. Сейчас разбавлю с водичкой. О, крышечка от умывалки. И на кожу головы нанесу, пусть попечет. Вообще, это на ночь надо делать. Но я что-то забываю в последнее время. Не знаю. Какой-то капец. Все забываю. У меня ни на что сейчас не хватает времени абсолютно. Я не знаю. Все, попробую сделать сегодня покрепче раствор. Четыре крышечки перца и две воды. Вот. И сейчас вот так внесу в кожу головы. Очень удобно шприцом, но я не буду. Сейчас, где у меня шприц был. Где-то я наносила шприцом. О, вот таким вот удобно. Это у меня, знаете, отчет панадола детского. Я никогда их, кстати, не выбрасываю, эти штуки. Раньше я детям на сыпь промывала. Очень классно. Тут дырочка большая, видите. Не как в шприце. И наконечника никакого нет. Ничего повредить нельзя. Дети так набирала, делала солевой раствор. Набирала полный шприц. И вот так ребенок становился над ванной. Я им говорила только не вдыхать. В этот момент задерживали они дыхание. Я вот так вот быстро впрыскивала в ноздрю. И они сразу вышмаркивали. И также во второй. Это вот такой способ офигенный для того, чтобы избавиться от соплей. У нас были атыноиды. И слава богу, мне детям их не удаляли. Мы победили. Такими вот всякими интересными способами. Это у меня врач так. Ну, у нас была очень хорошая врач. В этой поликлинике, которая сейчас. Девочки. Ой. И все. Затекло все в лицо. Капец. Она сильно нажала. Отвлеклась. Вона, чтобы в глаз не попала. Короче, это перцовая классная настойка для того, чтобы... Блин, она прямо в глаз. Так, я сейчас включу камеру. Капец. Попала в глаз прямо. Это в глаз попала. Вот. Это я приоткрыла глаз. Оно как запекло у меня. Ужас. Так, надо откидывать голову, что не печет перец. В прошлый раз пелка, а это что-то вообще ничегошеньки. Потому что не надо этот разбавлять. Может тут не такой состав ядреный. А я купила тогда несколько пузырьков. Один до ладочки. Первый. Который купила. И вот я не помню. О, тут один к десяти. Блин. Я, наверное, разбавленный. Это тоже. Блин. Аж прям из пузырька попробовать. Попробовать. Или печет. Так. Один до десяти написано. Где эти бутылочки дела с перцем? С какой я сумкой туда ходила? Вообще не знаю. Короче, девочки. Так занимаюсь с собой. Надо еще сегодня у меня в планов помыть ванную. И Таринка ушла в школу. Сэнс ночной спит. Вот. И так, чтобы быть более или менее... Чтобы быть красивой, надо сначала выглядеть некрасивой. Вот. Там мне написали. Вот. Типа, что ты там муж пятки делает? А с маской примужи типа нельзя? Ну. Разные вещи совсем. Я вообще... Я даже не люблю, знаете, готовить свои какие-то секретики при комнате. Ну, в том плане. Сейчас опять напишу. На камеру можно, а при комнате нельзя. Ой, короче, не знаю. Каждый раз свои заморочки в голове. У меня это что вообще? Мертвому припарку не печет, девочки. Сейчас попробую набрать с бутылька, с бутылька с этого прямо. Вот. Маска уже подсохла. Не знаю, что 20 минут она на лицо будет делать. Ой, у меня сейчас стоит вопрос. Думаю, химию сделать себе. Наверное, вот на такой короткий волос. Такой крупно-локоновую, знаете, с крупными завитками. У меня сам волос по себе вьется. У меня красиво, когда волос вьется. Вот. Я не знаю. Мне вот рекомендуют. Ну, как бы не рекомендуют. Мне никто не заставляет. Но говорят, что химия... Ну, сейчас химия не такая делается, как раньше. Вот. Совершенно не такая. Говорят, что химия, она спасает от очень многих проблем. Во-первых, появляется объем на волосах. Во-вторых, всегда можно выровнять волосы, если ты не хочешь кудряшки. А потом они опять кудряшками после мытья становятся. Вот. То есть, никаких проблем в том, чтобы сделать свою обычную прическу, не будет. Что-то даже это не печет. Не знаю. Не вообще. Не понравился мне этот фитосепт. Он обычный экстракт перца. Это что-то фигня. Сейчас почитаю в интернете, что с ним не так. Короче, во-вторых, говорят, что спасают от жирности волос. Волосы не надо так часто мыть. Вот. В моем случае, я каждый день мою, может быть, действительно сделать, думаю, химию. Ну, мне же за работу сейчас, вот видите, у меня такие волосы. Вот типа, у такого плана у меня будут кудряхи. Ну, крупные. Мне же за работу сейчас платить не надо. Мне химию сделают бесплатно. Химия стоит, на секундочку, две с половиной, где-то тысячи. Ну, две тысячи работа. Может, кто-то за полторы делает. Не знаю. Вот. Так мне сказали расценки. Вот. А так мне только купить раствор. И все. И больше ничего не нужно. Так, я промываю, на всякий случай, этот шприц после себя. Когда так делаю, потому что, может, кто-то потом будет для чего-то другого использовать. Знаете, вдруг, ну, кто-то думает промыть. А там был перец. Поэтому я промываю. И бровки, видите, уже подсмылись. Мне очень не нравится, когда вот первых несколько дней у меня брови после покраски темные. Мне вообще некрасиво. Некрасиво. У меня такое грубое лицо сразу становится. Мне не нравится. Вот. А вот когда они вот так подсмоются, вот хорошо сейчас. Все. Сейчас пойду искать, учить конспекты. Маска пока. Ну, она уже стянула. Она уже и засохла, в принципе. Ну, не знаю. Наверное, она плохо снимается, я так предполагаю. Да нет, тут не засохла. И тут не засохла. Ладно, будет еще на лицо. Ну, красивая масочка, да. Перец. Что-то типа печет, но так вообще деликатно. Не нравится мне. Ладно, маску, наверное, однозначно. Просто вот такой у меня спонжик есть. Я его намочу. Хорошо. Не выжимая. А вот так с водой прямо поприкладываю к лицу, чтобы она откисла. И потом смою. Либо спонжиком, либо щеточка у меня есть. Разная у меня есть. Вот такая вот щеточка. Вот это вот хорошо я смываю маски, которые не смываются. Кстати, в Авроре, по-моему, они тоже продаются кому надо. Вот. Потом у меня есть вот такая щеточка маленькая. Это новенькая, силиконовая. Тоже классная. Носик ей чистить. Кстати, ей удобно будет тоже маску снимать. Тут крупные, видите, есть эти. Вот. Люблю такие всякие прикольчики. Еще у меня где-то Арифлэмовская зелененькая и щетка. Ну, здесь вон она поделась. Все мы ее любим использовать. Она жесткая такая. Кстати, сейчас такие, как в Арифлэме, раньше для лица продавали щетки. Сейчас такие продаются для гель-лака. Сейчас, знаете, пыль. С ручечкой она такая кругленькая. Где он ее делает? А, вот она. Она тоже старая очень. У нее даже, видите, щетина еще живая. Очень он ее любит. Вот это ей тоже классно. Раньше я ее умывалась. Она в меру жесткая. И такая же щетка у меня была для тела. Боже, как я ее хочу. Она у меня есть, но она уже вся убилась вообще. Стерлась внутри. Я когда-то показывала. Очень классная щетка. Так, ну, чуть-чуть печет перец. Ну, мало. Ладно, пусть попечет. Я пока пойду поучусь. Не знаю, с химией делаю, что делать. Если это, то надо заказывать уже раствор и делать химию. Вот. Хотя вообще я ее могу сама по сути дела дома сделать. Только накрутить. У меня дочка может прийти накрутить. Но у меня правда коклюшек нет. Это все можно купить. Все, пошла учиться. А, покажу вам сейчас еще покупочки вчерашние вещи. Поставила стирку еще. Вот, постирает машинка. Сейчас как раз все будет делаться одновременно. Так, сняла масочку эту золотую. И нанесла еще, умылась. И нанесла вот эту масочку свою самую любимую девочке. Гель маска ровный тон 5 фруктовых кислот. Зеленая аптека. Я на улицу сейчас не собираюсь в ближайшие 2 часа идти. Вот. Все. Может быть сегодня в спортзал пойду, но попозже. Так, перец. Что-то попек совсем деликатно. Очень мало и очень быстро это закончилось. Поэтому мне вот этот вот фитосепт вообще не понравился. Буду покупать именно настойку перца. Там где написано. Вот. Так. И сейчас еще похожу с этой маской. Не знаю. Может еще сделаю какую-нибудь масочку вот такую для лица. Возможно. Не знаю. Посмотрю. Вот. Посмотрим. Может уже и не буду. Пойдем на голову по-любому. Скоро, я думаю, опять будут пустые баночки. Потому что что-то я разогналась. Все у меня заканчивается очень быстро. Потому что думаю, скоро опять будут пустые баночки. Так. Помыла туалет. Успела. Поставила стирку. Еще ванную надо помыть. Это самое сложное. Думаю, сейчас помыть перед тем, как купаться. Наверное, да. Сейчас так и сделаю. Намажу ее доместосом. Пойду. Ой. Ой. Пойду учиться, девочки. Спецэффекты. Хочу показать с Алиэкспресс. Вот это чудо-четку. Или, я не знаю, как ее шкрябалка. Такие вот. Не знаю, видно или нет пружинки. Очень офигенные. Тут пальто есть. Еще Вероника носила. Вероника его захотела носить. Оно очень классно. Смотрите, сколько я... Оно очень быстро скаталось. Это Бершка, по-моему. Да, магазин Бершка. Оно очень классно сейчас сидит на Виталинке. Такое Версайд. Смотрите. Оно превратилось просто как новое. Просто в новую вещь. Вот оно такое. На самом деле. Вот какое становится от этой щетки. Просто офигенно. Девочки, прям... Смотрите, видите, какие катушки. Вот это все. И оно прям так легко вот это все снимается. Короче, я вам прям рекомендую. Очень быстро чистится. Очень легко. Я просто смотрела Олю Ося, по-моему, или как-то в Польше она живет, девочка наша Укаинка. Она такой щеткой вычистила ковры. У нее шерстяные тоже покатанные были. Уже хотела выкинуть. Очень классно. Я взяла с деревянной ручкой. Есть пластиковая. Она дешевле. Но я решила взять с деревянной. Очень классно. 100% закажите на Алиэкспресс. Вы вообще не пожалеете. Вот. Я так понимаю, она и от шерсти чистит, и от катышек. Класс. Просто класс. Продолжение следует.